Меня попросили провести вам лекцию на тему Как же публиковаться в Америке и как заинтересовать американские издательские дома И вот о чем я хочу вам сегодня рассказать В его романе «Разрывая небеса» американский писатель-фантаст Джон Аллен Барнс Представил межгалактический город и экономику межгалактического города С несколькими городами, расположенные на орбитальных станциях Города, расположенные на орбитальных станциях, занимались производством продукции, которая была необходима жителям Земли И также жители Земли занимались производством продукции, которая была необходима жителям орбитальных городов И естественно между этими городами установились торговые пути и осуществлялась торговля И естественно поскольку в его романе города на орбитальных станциях существовали наверху космической аномалии под названием гравитационный колодец Города на планете Земля находились в самом низу гравитационного колодца Цены на транспортировку груза между городами Земли и городами на орбитальной станции не соответствовали друг другу и расходы были несоизмеримы Естественно было очень дешево произвести что-то в городе на орбитальной станции и отправить это вниз по гравитационному колодцу в город на Земле И соответственно наоборот все то что производилось в городе на Земле и должно было отправляться в города на орбитальной станции было очень дорого Поскольку затраты на транспортировку были очень дорогими И естественно землянам было очень тяжело продавать свои товары И на сегодняшний день эквивалентом такого гравитационного колодца который был описан в романе мистера Барнса в издательстве является английский язык Издательские дома по всему миру публикуют свои книги, публикуют книги различных авторов для широкой публики читателей, которые говорят и читают книги на английском языке Издательские дома и их читатели могут с легкостью выбрать книги американских и британских авторов и насладиться американской и британской литературой И естественно издательские дома У издательских домов есть множество контрактов с переводчиками, которые могут с легкостью перевести эти книги на свои языки Но к сожалению у издательских домов нет такой широкой публики читателей, которая может читать на русском, китайском или шведском Хотя в России, Китае и Швеции, например, существуют очень широкие сообщества писателей и фантастов, которые активно публикуются в своих странах и на своем языке Ну и конечно же Китай, Россия и Швеция это не единственные примеры стран, в которых существует широкие сообщества писателей и фантастов И поэтому для американского редактора и для американского издателя очень сложно и очень нечасто Возникает такая ситуация нечасто, когда он может выбрать для публикации какой-то роман на иностранном языке просто потому, что он не может его прочитать Конечно же исключения из этого правила случаются, но все-таки это исключения, а не правила Около восьми лет назад в одном разговоре с одним из американских издателей я спросил его Почему на американском издательском рынке так тяжело найти иноязычную литературу иноязычных авторов на английском языке? И вот его ответ Я могу найти книгу неизвестного американского писателя и купить ее и опубликовать ее за несколько тысяч долларов К сожалению, столько же стоит перевести такой рассказ, перевести его книгу на английский язык И поэтому любая книга русскоязычного писателя, который может быть очень известен и популярен в своей стране, Будет стоить в два раза больше, если я захочу публиковать ее на американском рынке После этого я спросил у него, что может убедить его в том, что... В том, чтобы заинтересоваться какой-либо книгой иноязычного писателя и приобрести ее для публикации И вот его ответ Сначала он начал говорить о том, что, конечно же, этот писатель должен быть безумно популярен и очень тиражируем в своей стране Но потом он остановился А потом он сказал, что это происходит настолько редко, что каждый случай уникален и не похож на другой И это непреднамеренная необъективность, которая существует на данный момент в мировом издательстве Как и в романе Джона Аллена Барнса, работает на пользу англоязычным авторам и англоязычным писателям И ставит в неудобное положение всех остальных русскоязычных писателей и других Как писатели, которые пишут и издают свои книги на английском языке, мы с легкостью публикуем свои романы И продаем копии и переиздания своих книг на английском языке Но как читатели, к сожалению, у нас нет такого большого выбора, когда дело касается книг, которые издаются на других языках Отличных на английском И все наоборот, и ситуация с... и все абсолютно наоборот, когда дело доходит до стран, чьим главным языком не является английский язык Писатели, которые публикуют свои романы на иностранных языках, с большой трудностью, испытывают большие трудности при публикации своих книг на иностранных рынках Но они с легкостью могут найти иноязычную литературу на своем языке Эта ситуация и разговор с этим издателем произошел 8 лет назад Для издательского дела 8 лет это огромный срок И абсолютно недавно я созвонился с книгоиздателями и издателями периодики, теми, которых я знаю и с которыми я работаю И я был удивлен узнать, что положение дел начало меняться и что отношение этих издателей к публикации книг на иностранных языках поменялось в лучшую сторону Конечно же, в начале пандемии коронавируса для книгоиздательского дела дела были плохи Но сейчас можно сказать, что книгоиздательство испытывает расцвет Отчасти расцвет книгоиздательства происходит потому, что люди, которые сейчас находятся на самоизоляции Покупают больше книг, которые они очень долго хотели, которые они хотели прочесть Отчасти этот расцвет также происходит потому, что книжные дома и книжные магазины нашли выход без контактного обслуживания своих клиентов И отчасти расцвет происходит потому, что все больше людей на сегодняшний день покупают электронные книги И следует отметить, что книгоиздательское дело не только переживает свой расцвет, но и также становится все более заинтересован в публикации книг на иностранных языках Хотя даже четыре года назад ситуация была иной Отчасти причиной изменения такого отношения является публикация и успех книги китайского писателя фантаста Издатель, который занимался публикацией этой книги на английском языке сказал в одном из наших разговоров с ним, что нам понравились эти книги И мы подумали, что будет неплохо опубликовать их на американском издательском рынке Но мы надеялись заработать немножко денег А потом внезапно об этой книге заговорила пресса, стали печататься тонны положительных отзывов и рецензий, и деньги потекли рекой Издательский дом, название издательского дома, который занимался публикацией этого романа Турбукс И после этого они все больше стали покупать книги иностранных авторов, переведенные на английский язык И также заработали неплохую сумму денег Однако, конечно же, уже не так много, как при публикации романа Люци Синя И об этом узнали и другие издательские дома и, естественно, стали поступать точно так же Я спросил одного издателя, который работает в издательском доме Турбукс, а как же они обнаружили эту книгу Люци Синя «Задача трех тел» И она ответила, что литературный агент Люци Синя как-то к нам пришел с переведенными на английский язык несколькими главами этого романа и также рабочим планом книги Издатели прочли то, что принес литературный агент, им все понравилось и они решили купить право на эту книгу Все было вот так вот просто Итак, подводя итог, то, что вам нужно, чтобы заинтересовать американского издателя Это ваш литературный агент, который будет вас представлять и также переведенное произведение на английский язык These amount to the same thing So, please, go on, go on, go on, just say something else Okay Foreign authors, I was told, need an agent who has an American associate and who can connect them to a good translator Итак, еще раз Что же такое литературный агент? Литературный агент – это человек с высшим образованием, полученным в США, который будет вас представлять и которому вы передадите несколько глав, переведенных на английский язык и который будет рассылать эти главы по издательствам Америки И задача литературного агента будет предоставлять, будет перевести вашу книгу или найти переводчика для вашей книги Однако перевести не все произведение целиком, а только 3-6 глав и также рабочий план книги И для любого издателя это будет достаточно для того, чтобы принять решение о том, хотят ли они или не хотят опубликовать вашу книгу И, ну, надеясь, и в случае, если ваше произведение действительно удачно и действительно заинтересует людей, то, таким же способом, можно будет связаться с издательскими давами в других странах, и чтобы они приняли решение о том, публиковать вашу книгу или нет Поскольку в других странах также есть широкая публика, широкий круг читателей, которые читают книги на английском языке И, к сожалению, лучшим решением будет связаться с агентом, а не переводить книгу самостоятельно Переводчик, обычный переводчик, это не только тот, который одинаково успешно и хорошо владеет двумя языками Они также, помимо изумительного владения иностранными языками, должны понимать культуру народа того языка, на который они переводят Такие люди встречаются нечасто В одном из разговоров с одной издательницей, она сказала мне, что за последнее время она получила около 60 переводов книг Переводов книг на английский язык от авторов, у которых не было литературного агента И, к сожалению, ни один из этих переводов не был должного качества, поскольку, ну, они просто звучали неправильно У них не было души Хороший переводчик является в каком-то смысле и редактором в том числе Именно переводчик имеет право принять решение о том, что нужно, что нужно объяснить иностранному читателю А что нужно трансформировать, поскольку в языках существуют вещи, которые будут непоняты другой культурой Один мой хороший приятель, который занимается издательством и одновременно переводом книг, как-то мне сказал Когда я переводил книги на русском языке с русского языка на английский язык, некоторые из произведений я просто не мог качественно и адекватно перевести Поскольку русский язык имеет свойство выражать определенные мысли и определенные вещи, которые будут просто непонятны англоязычному читателю Возвращаясь к разговору с издателем в издательском доме Торбукс, я также спросил у него Интересно ли им будет опубликовать русскоязычных авторов на американском рынке И он сказал, да, мы жаждем услышать новые голоса То, что она также ответила, мне кажется, что американским читателям должны понравиться произведения русскоязычных авторов, поскольку во многом наши культуры совпадают И потом она опустилась в долгие-долгие рассуждения и объяснения о том, как многогранна и прекрасна Россия О том, сколько народов существует и живут на территории России, о фольклоре, сказках и так далее И все это она знала о России просто потому, что в Нью-Йорке, в городе, в котором она работает, живет очень много русских И, конечно, она также сказала мне, что ей наиболее интересны были бы те произведения, в которых раскрывался бы взгляд иностранца на мир Отличный от взгляда англоязычного читателя И хотя, тем не менее, был бы понятен англоязычному читателю настолько, чтобы он смог симпатизировать главному герою и насладиться сюжетом произведения Но это, конечно, только пожелание, а не правило и не что-то обязательное Она также сказала, что она недавно приобрела книгу голландского писателя Это были ужасы и действие сюжета этого произведения происходило на севере штата Нью-Йорк Она сама очень долгое время там прожила, на севере штата Нью-Йорк И после прочтения этой книги она была в глубоком шоке от того, что насколько точно иностранный автор, живя в Голландии, мог передать атмосферу и особенности жизни на севере штата Нью-Йорк Итак, конечно же, лучше написать изумительное произведение, чем просто следовать каким-либо правилам Конечно же, американская периодика и американские журналы также жаждут услышать новые голоса и увидеть на страницах своих журналов и на язычных авторов И количество произведений иноязычных авторов с каждым днем увеличивается и публикуется все больше произведений иноязычных авторов на страницах их журналов Нью-Йорк Например, Нил Кларк, главный редактор журнала «Кларксворк магазин» Сейчас публикует не только произведения иноязычных писателей, которые были переведены благодаря программе поддержки авторов Шинмера Которая занимается финансированием перевода произведений иноязычных авторов на иностранные языки Но также их журнал сейчас заинтересован в том, чтобы публиковать все больше других, все больше различных произведений И они сейчас сотрудничают с очень многими авторами в разных странах Вот что сказал господин Кларк Каждый раз, когда мы публикуем на страницах своего журнала произведения иноязычного читателя Количество читателей нашего журнала увеличивается И, как правило, эти люди остаются с нами, и они продолжают читать наш журнал Конечно же, ранее предоставить на публикацию свое произведение в иноязычном журнале было достаточно трудным делом А сейчас, конечно же, все стало гораздо легче с появлением интернета Сейчас можно послать свою рукопись в любой журнал по электронной почте И сейчас отправить свою рукопись в издательский дом Также просто из Екатеринбурга, Чэнду в Китае или Лагоса в Нигерии, как из Сан-Франциско, например Я также как-то раз задал вопрос господину Ван Гельде, который работал в книгоиздательском бизнесе и также в издательстве журналов И вот что он ответил Конечно же, одним из ключевых моментов, который может поразить издателя это хорошенная, отточенная, выверенная и доработанная рукопись где нет недоработок, сокращений и всего того, что может вводить читателя в заблуждение Она выверена, отточена и закончена Хотя другой издатель не согласился с господином Ван Гельде в этом вопросе Он сказал, что ничего не сделает ни одного из книг, ни одного из книг, ни одного из книг, ни одного из книг и я знаю, что вы его писали Вот что он сказал Ничто не может меня так заинтересовать, как хорошее сопроводительное письмо в котором будет написано, что я прочитал ту или иную книгу и я знаю, что редактором были вы, редактором этой книги были вы и вы именно тот человек, которого я ищу И это сопроводительное письмо Из этого сопроводительного письма издатель мог понять две вещи Первая вещь то, что писатель все еще читает другие произведения И второй момент, это то, что писатель потратил время и позаботился о том, чтобы найти информацию об издательском доме И когда я задал следующий вопрос Наводящий вопрос, как же это может сделать писатель самостоятельно Издатель пожал плечами и сказал, что это работа, которую должен выполнить не сам писатель, а его литературный агент Гордон Ван Гельдер также заметил, что около четырех лет назад И это он назвал в старые добрые времена И это он назвал старыми добрыми временами Было редкостью, когда их издательский дом получал две рукописи на иноязычных авторов на английском языке А сейчас в месяц их издательский дом получает около двадцати-тридцати Есть одно старое правило Хорошо всем известное правило, которое не только я, но и другие писатели научной фантастики знают как свои пять пальцев Прежде чем отправлять свою рукопись в какой-либо издательский дом или в какой-либо журнал Нужно перед этим прочесть несколько выпусков этого журнала И к моему великому удивлению Гордон Ван Гельдер заявляет, что сейчас это более неприменимо и сейчас уже можно так и не поступать Сейчас с расцветом электронных журналов и с расцветом электронных журналов они все очень похожи Но то, что Гордон Ван Гельдер предлагает, это все-таки посмотреть об этом издательском доме И поискать хотя бы общую информацию об этом журнале, в котором вы желаете публиковаться Ну, хотя бы для того, чтобы вы уже сразу знали, что онлайн журнал под бескрайними небесами не публикуют научную фантастику А журнал «Аналог» не публикует фэнтези Сколько вы не дали на это время? И к всему этому я бы добавил еще один совет Это мой совет для начинающих писателей, которые сейчас присутствуют и слушают мою лекцию И вот мой совет Первая и последняя страница вашего рассказа Или, если речь идет о большом произведении Первые и последние главы этого произведения Должны быть наиболее поразительными, изумительными, отточенными и выведенными Несколько десятков лет тому назад, когда еще нельзя было посылать свои рукописи в журналы по электронной почте Я приехал в Нью-Йорк в издательство журнала «Азиманс Science Fiction» к одному из моих знакомых издателей Гарден Дозуа, которого я очень хорошо знал и который работал в этом журнале, пригласил меня с ним пообедать Но сначала, когда я его встретил, сначала он сказал, прежде чем мы с тобой пойдем пообедать Сейчас дай я разберусь с этой горой мусора, которая лежит там Гарден Дозуа, которого я очень хочу читать Итак, в течение 10 минут он рассортировал громадную стопку рукописей около 2 метров высотой на две стопки. В первую стопку попадали рукописи, которым отсылалось вежливое письмо об отказе в публикации, поскольку это были произведения людей, которые когда-нибудь смогут их заинтересовать, смогут заинтересовать их журнал. А во вторую стопку попадали те рукописи, авторы которых были безнадежны и совсем не умели писать, и они получали очень гневное письмо с отказом. Из всей этой двухметровой кипы бумаг он отложил только одну историю, которую он захотел прочитать потом. И, к моему удивлению, каждый издатель, с которым я потом говорил и которому я рассказывал эту историю, соглашался с этим методом и признавался, что он делал точно так же. Каждый из них признавался в том же самом. Каждый из них говорил мне следующее. В начале своей карьеры они, конечно же, хотели читать все от начала до конца. Но потом они начинали читать только первые и последние страницы тех рукописей, которые им присылали. Ну, это может нас обескуражить, но вообще-то это вполне себе естественный процесс и вполне себе естественное явление. То время, которое издатель может потратить на чтение рукописи того автора, которого он точно не будет публиковать, это то время, которое издатель может потратить на чтение вашей рукописи. Итак, последнее слово от Гордона Вангельда. Вот что он сказал. Пусть вас не обескураживает отказ в публикации вашей рукописи. Каждый месяц в журналы и в издательские дома приходят сотни рукописей. И иногда отказ не означает, что ваша работа плохая. Это просто та работа, в которой издатели сейчас не заинтересованы. И опять же я повторюсь, издатели ищут и желают получить ту рукопись, в которой все точно, правильно и замечательно и в которой нет никаких недостатков. Я понимаю, что такую рукопись очень сложно написать. Но затем мы пришли на эту землю. И издатели заинтересованы в ваших рукописях и в ваших произведениях, но только в тех, которые будут замечательны и которые заинтересуют читателей. Они жаждут услышать новые голоса. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Большое 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 спасибо. Вопрос в том, что есть вопрос 1, и вопрос 2, что у нас есть еще вопрос, что многие publishing houses в США, как правило, не принимают е-скрипты, они принимают только с помощью культуры, для того, что у нас есть вопрос, у нас есть вопрос, как он сендировал в жизни культуры. Она хочет узнать, что они получают электронные submissions и не просто записи. Принтед-out магистрит. Not really. Not really. I'm sorry. The thing is that as a rule, as Mr. DeLongua has said, a lot of publishing houses in the U.S. do not accept the e-version. What they want is the printed version accidentally. What shall we do with it? Again, I really think it's important to have an agent. Опять же, отвечая на ваш вопрос, скажу следующее. Очень и очень важно иметь литературного агента. And specifically an agent with an American associate. И именно американского агента с высшим образованием, полученным в США. You can do it yourself using international postage coupons and putting the manuscript in these very slow mails. Конечно же, вы можете отправлять самостоятельно отпечатанный экземпляр по международной почте, но это будет очень долго. но это будет очень сложно и очень долго. И, конечно же, проще будет иметь агента, который, например, живет в Нью-Йорке и может просто позвонить в одно из нью-йоркских издательств и задать вопрос напрямую, почему они не рассматривают нашу рукопись. Я знаю одного издателя, который читает рукописи, которые ему отправляют в течение двух или трех лет. Я, конечно, его очень люблю, но я бы никогда не стал публиковаться в его издательстве. So, there is another question from Mr. DeLingwell. When they were submitting a novel, a lot of agents were dissatisfied with the protagonist being a white male. They said that it would be more interesting to have a protagonist from any other background. It's, well, it would be more interesting. читать о ком-то другом, а не о белом мужчине. Но это не означает то, что если вы получили много отказов, что история с главным мужчином в качестве главного героя не продастся. Такое случается постоянно. I have two pieces of advice, and one is that if you're still writing your novel, you should consider making your protagonist Russian or whatever region or nation you're from, and that takes the same place as having the protagonist be a person of color or a woman or trans or whatever. У меня к этому есть два совета. Когда вы пишите свое произведение, подумайте о том, почему бы не сделать главного героя русским или той национальности, которой вы принадлежите. это будет тем же самым, что и негр или человек другой национальности в качестве главного героя. And the other is consider sending this novel to Bain Books. Bain Books is the publisher is more conservative and I'm absolutely sure does not give preference for just because the people just because the protagonist isn't male white. И мой второй совет, если вы все-таки заинтересованы в публикации своего произведения, попробуйте связаться с более консервативными издательскими домами, например, Bain Books. Я точно знаю, что они более консервативны в своем выборе и их не так-то просто обескуражить или разочаровать главным героем белым мужчинам в качестве главного героя. There is another question. Can the protagonist be a dog, for example? Yes, absolutely. That has been done. Just comment. I'm sorry. I'm sorry. Okay. That was absurd. I said to the author. I said to the author. Why you wrote to the author? It's strange. I said that Mrs. DeLingo comment. That was what I told the author. Why enough did you write a book with a protagonist Протагонист being an American male. Why would I do this? No, 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 no. That was Mr. DeLingua's comment. He was translating the book for another author, and it was his idea to create a book with a white male, and Mr. DeLingua asked him, why on earth did you create such a book with the protagonist being a white male? American one. Yeah, an American one. An American one, I'm sorry. I would say see if you can possibly change it back to Russian or Kazakhstan or something that Americans would find more outside of their usual. But again, the book sells on its own merits. It's on, is everything right about it? Is it the story that everybody wants to read? If the story is good enough, it will sell, I believe. I honestly do. Ну, опять же, опять же, повторюсь, я бы посоветовал этому автору сменить главного героя на русского, например, или казаха, или кого-нибудь другого, и посмотреть, работает ли его произведение, удачно ли оно, и насколько оно удачно. There is another question, I'm sorry. So, what genres are the most popular in the US? How difficult is it to sell poetry in the US? This is a terrible thing to say. Most poetry in the United States, they don't even pay money for it. They publish it, and they send the author a couple of copies of the magazine. Ну, к сожалению, с поэзией дела очень плохи. Сейчас, к сожалению, за поэзия не оплачивается. Если вы поэт, и ваше произведение публикуют, то денег вам не заплатят, вам просто пришлют несколько копий изданной периодики. Вот. There's, when we have a party at our house, when this is all over, there's a game I like to play. I say name, let's see if we can name ten living poets. And my friends can, but it's not easy. И когда, например, мы собираемся со своими друзьями, мы любим играть в такую игру. Одна из игр, в которую мы любим играть, называется «Назови десять поэтов». Мои друзья, конечно, могут их назвать, но им очень нелегко. С сожалению, констатирую тот факт, что поэзия сейчас в западном мире не так уж и важна. М-м-м. М-м. 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 М. М-м. 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 чтобы создать книжку, потому что у них были в книжечке в книжечке, или в книжечке, и были люди, кто не был профессионал. Они могли просто смотреть их и не даже не читать их. Теперь, в процессе программирования, они должны читать больше, чем они используют, чтобы определить их, кто читал их, или нет. Ага. Ага. Нет, I'm sorry, that was the question. The question was about the literary tradition and the literary school, the literary, well, the literary school and the rules on how to compose a book or how to write a manuscript. Does it, does it mean that the manuscript should follow all the American tradition of writing a book? Probably, you're trying to sell to an American audience. There is a Russian novel, or it's a man who is drunk on the Moscow subway, trying to find his way home, and he's so drunk, he isn't even sure if he still has a girlfriend or not. Да, вполне возможно, что они действительно должны соответствовать той учебной литературе, которая была издана в Америке, просто потому, что вы пытаетесь продать свое произведение на американском рынке. Вспоминая одно произведение о том, где главный герой пытался найти выход из метро, и он был настолько пьяным, что он даже не помнил, есть у него девушка или нет. И когда я читал, я понимал, что за каждым словом этого писателя, за всем тем, что я читал, стоял огромный пласт русской литературы и русской истории. И большинство из этого я просто не смог понять. И если бы я мог что-то посоветовать автору этого произведения, я бы сказал, что это произведение не стоит переводить на английский язык но все-таки это произведение опубликовалось и его перевели на английский язык. Если книга неплохая, то у нее всегда есть шанс. Но, конечно же, если у книги достаточно простая и понятная канва произведения, как у «Мастера и Маргарита», например, то у нее больше шансов в том, что ее опубликуют. Мастер Сванвик, еще один вопрос. «What genres are the most popular in the U.S.? What do American readers prefer to read more often?» Мастер Сванвик, которые действительно начали производить, как сделать черный фейк за рукой, я считаю это как «научная фантастика», но я не принесу ему как как иначе «вот свете». Мы это предполагаем, как как иначе делать, как иначе вот у нас с мыса. Но, конечно же, научная фантастика, которая начинала свое, начинала свое движение, начинала свою жизнь как приключенческая фантастика, я бы сказала, что большинство читателей хотят видеть произведения с хэппи-эндом, с хорошим концом. Но я знаю также, что любой издатель, которого я знаю, очень бы разозлился на меня за такие слова. Потому что они хотят принимать свои собственные решения о том, насколько хорошо произведение или плохо произведение. There is one more question. Is it true that an average American reader would prefer to read about crime in Russia? Oh, this is kind of a worldwide phenomenon. In Iceland, where one out of every ten people in Iceland will publish a book in their lifetimes, publish a book, not just write. In Iceland, almost everybody is working on a crime novel. So much so that if you believe the crime novels, it would be the most violent nation on earth. Это очень интересный вопрос, про то, правда ли, что в Америке хотят читать, чаще читать о преступлениях в России. Возьмем, например, Исландию. Исландия – одна из самых миролюбивых стран. Тем не менее, произведения исландских авторов очень и очень кровавые и жестокие. Итак, если бы вы составляли свое мнение об этой стране, вы бы подумали, что исландцы – это самая кровожадная нация в мире. Ну и поэтому, конечно же, я думаю, что если учитывать только финансовый аспект, то, конечно же, издатели будут больше заинтересованы в том, в произведениях, где очень много преступлений, где описываются преступления в России. Но мой главный совет, все-таки мой главный совет – напишите ту книгу, которую вы всегда хотели написать. И тогда у этой книги будет больше шансов на то, что ее опубликуют и на то, что она будет продаваться. Исландия «Мистер Шванрикс, спасибо за что» Просто со безопасностью. picture 1 Субтитры подогнал «Симон»